Всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Надеюсь, вы досмотрите это видео до конца и оно вам понравится. Подписывайтесь, пишите комментарии, будет приятно пообщаться с вами. Я это видео снимаю в свой дневник беременности. Это моя третья беременность. И я записываю на видео свои ощущения, что значит быть третий раз беременной, так ли это по сравнению с другими беременностями, можно ли это сравнить вообще, какие у меня ощущения, как у меня растет животик, чем я пользуюсь и какие у меня, например, показатели в третью беременность. Что-то я сравниваю со своими теми двумя беременностями. У меня мальчик и девочка. В этот раз мы ждем снова мальчика. То есть я расскажу в этом видео про свою... Сейчас у меня идет, короче, у меня в пятницу... Так, сейчас у меня идет 26-я неделя. Закончилась 25-я, началась 26-я. Сначала я расскажу о своих показателях, как я ходила к врачу на 23-й неделе. И все хотела записать показатели, что она мне намерила, сколько я весила. В общем так, на 23-й неделе я весила 67 килограмм. Я набрала за месяц, получается, с предыдущего визита 2,4 килограмма. Это много. Сейчас 5-й, 6-й, 7-й месяц, она сказала, идет... Ну, акушерка сказала, идет как раз-таки рост ребенка, рост мамы, да, все это там... Воды, это, в общем, все накапливается. Но и я в начале беременности очень много ела, я очень много набрала. Я уже говорила в предыдущем видео об этом. И сейчас я тоже набрала 2,4 килограмма за месяц. Это многовато. Нужно ограничивать себя в булочках и так далее. Но пока не всегда получается. Хотя кушать я стала поменьше. Ну, порции меньше стала делать. Булочек меньше, бутербродов кушаю. В общем, стараюсь не наедаться сильно. Сердцебиение плода было 150 ударов. Давление 126 на 74. И высота матки была 24 сантиметра уже. То есть она у меня прибавляет где-то по 4-5 сантиметров каждый месяц. То есть вот если смотреть 14 недель и 5 дней у меня было... Высота матки была 15. В 19 недель высота матки была 20 сантиметров. И в 23 недели высота матки 24 сантиметра. Ну, акушерка сразу говорит в норме это или не в норме в пределах. Да, как бы у меня все в норме. Гемоглобин последний раз мне делали на 19 неделе. У меня было 128. В принципе, у меня гемоглобин и с первой беременностью, и со второй. И вот с третьей гемоглобин не падает очень низко. И ни разу мне не прописывали железо или другие там... Пью я Элевит. Например, вот эта пачечка продается 30 таблеток. Ой, я зап... Очень тяжело дышать становится сейчас на этом сроке. То есть я часто там... Отдышка у меня появляется. Тем более сейчас быстро болтаю. Так, о чем я говорила? И я выпиваю эту пачечку. Потом неделю-две не покупаю себе никакие витамины. И потом снова покупаю Элевит. То есть я делаю перерывчик сейчас неделю-две. Кто-то говорит, что от этих витаминов может быть плод крупный. Кто-то говорит, что синтетические витамины все-таки тоже как-то не очень полезно. Но со второй беременностью, кстати, я пила Элевит, наверное, с месяца третьего. И до конца беременности я не делала никаких перерывов. Я пила постоянно Элевит. И когда родила, пила постоянно, пока кормила грудью. Но сейчас как бы акушерка посоветовала делать перерыв. И я делаю перерыв. В общем, у них каждый раз все меняется. Поэтому... Ладно, надо слушать врачей. Кстати, кто будет вставать на учет в Эстонии или собирается вставать на учет, или стоит на учете, знают, что у нас прием каждый месяц не у врача-гинеколога. К врачу-гинекологу отправляют только при каких-то нарушениях или сомнениях. Акушерка направляет туда, на УЗИ или к самому врачу, чтобы на кресле посмотрели. Но, что первый анализ мазки и все такое делает акушерка, что каждый месяц вы ходите к акушерочке. Просто она вам мерит высоту матки. Она мерит давление, мерит ваш вес. Спрашивает, как у вас дела. Если что, может что-то посоветовать. И все, как бы к гинекологу вы не ходите. Если считать мою первую беременность, это было 7 лет назад. И я стояла на учете не в Таллине, а в Нарве. В Нарве я ходила, у меня был и гинеколог каждый прием, и акушерка. Ну, не на кресле смотрел гинеколог, а просто все вот эти замеры, разговоры были именно с врачом-гинекологом. Акушерка там что-то могла помочь, там заполнить и так далее. Вот, теперь этим занимаются только акушерки. Не знаю, как у кого, но вот вторую беременность уже у меня вот так вот делают. В Таллине я была с сыночком со своим 3 года назад. Ну, уже 4 получается. Ну, да, 3 года назад. 3 года назад я была с сыночком в Таллине, там тоже акушерка была. И вот сейчас третья беременность тоже только акушерка. На УЗИ направляют в центральную больницу, теперь не делают его в медикуме или еще где-то, делают в центральных больницах. У нас, получается, 2 роддома сейчас. И вот в этих роддомах есть кабинеты УЗИ, в которых делают основные УЗИ-скрининги, которые нужны на 12-й неделе и на 20-й неделе. Третье УЗИ не обязательно, его делают уже просто у врача-гинеколога, даже в вашей любой больнице, у которого вы находитесь, у врача. Они делают узнать, например, примерный вес ребенка, там перевернулся, не перевернулся, все ли в порядке. Но это УЗИ не обязательно. Акушерка сказала, от него можно даже отказаться. Ну, как бы, вряд ли я буду отказываться, если мне предложат там на 36-й неделе сделать УЗИ, я сделаю. В общем, сейчас у меня 26-я неделя. Какие у меня ощущения? У меня ощущение, что я всегда задыхаюсь, у меня постоянно отдышка. Спать сейчас вообще очень тяжело, потому что перевернешься на один бок, начинает все затекать, и у меня малыш начинает ночью постоянно крутиться там. Я переворачиваюсь на другой бок, у меня опять начинает другая сторона затекать, и малыш начинает крутиться уже в другой стороне. В общем, неудачная, постоянно неудачная какая-то позиция для сна у меня, мне неудобно никак спать. На спине тяжело дышать, на левом боку нужно спать, по идее, беременным, но мне удобнее на правом иногда, иногда наоборот на левом. В общем, каждый раз все по-разному. Вес у меня сейчас, если я у нее взвешивалась, у меня было 67 килограмм, сейчас я уже взвесилась у меня 67-700. Очень боюсь перевалить за 70, потому что у меня никогда такого веса не было. Я второго ребенка шла рожать, у меня было 67 или 66 килограмм. Первого ребенка шла рожать 64 килограмма, то есть это мой самый большой вес был, 67 килограмм. И то я родила, потом скинула. То есть я еще год назад весила 52-53. Вот такой у меня животик сейчас, это у меня джинсы для беременных. Они здесь, одни из моих, у меня уже 4 или 5 их за все беременности накопилось. Эти вот я последние купила. У нас по скидке были в Юле-месте магазине. Здесь делается сбоку, тут и тут делается меньше-больше на пуговички, как на детских обычно вещичках такое. Здесь просто пуговица как муляж, нет никакой молнии, ничего. И вот такая вот штучка одевается на животик. Вот. Такой у меня живот. У меня очень большой живот, я считаю. То есть если у меня сейчас 6 месяцев, и он такой уже. Ой. Плюс я еще сама поправилась так. В общем, очень боюсь растяжек. Надеюсь, у меня это минует, потому что первые 2 беременности у меня их не было. И вторую беременность я не хочу их получить. Тоже. Вот такое у меня пузо. Кстати, когда был пупок проколот, ну, я снимаю сережку где-то на, наверное, на четвертом месяце или на третьем я сняла сережку из пупка. И вот это место, получается, оно становится синим. Но вторую беременность у меня была точно так же. И я боялась, что не пройдет, но оно прошло. То есть это была не растяжка, а просто он как напряжение какое-то, как венка. Вот. Такое у меня пузико. Достаточно-таки большое, я считаю. В общем, надеюсь, что ребенок у меня будет не 4 килограмма. Второй у меня был 3 600. И то мне как бы не повезло еще с акушеркой. И очень я, как сказать, потом мучилась, потому что меня зашивали. С первой дочкой у меня не было никаких разрывов. Она была 3 110. Но там классные врачи. Все-таки в Нарве в 100 раз лучше рожать. Вот я сравнивала, кстати, для тех, кто рвется из Нарвы в Таллин рожать. Вообще тут нечего делать в этом плане. Если, конечно, у вас нет платной акушерки, которой вы там доверяете или на ваше знакомое, или вы у нее рожали, нет смысла рваться в Таллин. У них здесь все по законам Евросоюза, или как это сказать, у них вечно... У меня после вторых родов в Таллине было ощущение, что здесь просто ставят эксперименты и над детьми, и над роженицами. То есть, если первые роды у меня в Нарве проходили отлично, первые роды без разрывов, без всего. Но я, наверное, о родах скажу потом. Если я не запишу эти видео, до того, как выйдет это видео, напишите в комментариях вообще, снимать такое видео или нет, сравнить или нет. А если бы у меня была сейчас возможность, я бы поехала третьего рожать в Нарву. Там все-таки как-то, хоть и по старинке, хотя роддом тоже там сейчас хороший, в принципе, не сказать, что там плохие условия, но там врачи работают более по старинке, и у вас будет более здоровый ребенок. Если у меня первые роды выписали на второй день, третьи, ой, вторые роды меня выписали на шестой день, потому что у меня ребенок лежал доношенный, в 40 недель родившийся лежал в таком инкубаторе под капельницами. Ой, я так плакала, наверное, дня два он там лежал, потом только мне его отдали, и в итоге все равно приходили, кололи ему антибиотики. Только из-за того, что у меня на родах присутствовала одна акушерка, у меня была педиатра, и то акушерка приняла роды, у меня муж был со мной, и ушла, короче. Я приняла роды, разорвалась я вся, она меня зашила, это тоже могу рассказать, что ужасно принимают роды, ни разу не сказала, когда мне тужатся, когда не тужатся, хотя я спрашивала. И потом я мужа отправляла за акушеркой, за этой, чтобы он ей сказал, что мне не нравится, как мой ребенок дышит. Он три раза ходил, и она три раза отправляла его назад, и говорила, так и должно быть, у него сейчас само все отойдет. Мы сейчас не высасываем ничего, ну, ни из носа, ни изо рта, они ничего не вытаскивали. Не знаю, правда это была или неправда, кому-то может и делают. В общем, она никак не обработала ребенка, оставила рядом со мной его голенького, как он родился, и ушла. И мужа отправляла три раза обратно. В итоге на четвертый раз, она все-таки, когда я его сказала, я говорю, я мужу говорю, иди, скажи, что мне не нравится, как он дышит. Я говорю, я знаю, как дети дышат, у меня есть все-таки ребенок уже. А я чувствовала, что что-то не так. В итоге она пришла, забрала ребенка, отнесла педиатру в детское отделение его, и вернулась уже без ребенка. Так как у ребенка была уже температура, у него оказалось, что у него попала вот эта жидкость, я не знаю, то ли отвод, то ли от чего-то, у него попала жидкость в легкие. В итоге ему это все откачивали 2-3 дня, он лежал такой трубкой во рту. В итоге доношенный ребенок, 3 600, родившийся день в день по предполагаемым родам. Но очень зависит от того, какое отношение, и какое, не знаю, такое чувство, что она была просто неопытная какая-то. Роды прошли ужасно. Еще и ребенка она не обработала никак. То есть, я сейчас могу долго об этом говорить. Я думаю, что я сниму отдельные видео и сравню роды в Нарве и в Таллине. То есть, если бы у меня была возможность, я бы сейчас поехала в Нарву рожать. Но так как у меня старшая дочка сейчас пошла в школу, и второй мой сынок ходит здесь в садик, я не могу так сорваться за несколько недель до предполагаемых родов и уехать, например, жить в Нарву, потому что ехать 2,5-3 часа до туда. И до начала родов я не успею, если в этот же день выехать. Так что вот так вот придется рожать здесь снова. Но я очень боюсь вот именно вот этих больниц. Надеюсь, что там уже все как-то получше. Ладно. Все, буду заканчивать. Всем пока. Спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно подписывайтесь на канал, так как будут у меня еще видео о этой беременности. Возможно, у вас есть какие-то вопросы. Пишите комментарии. Я буду очень рада с вами пообщаться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok